Что и когда лучше посадить в апреле. Добрый день, дорогие зрители канала Ваша Дача. С вами Татьяна Башмакова. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мы будем разбираться, когда и какие растения лучше посадить в апреле согласно лунного календаря. И не только. Начнем мы рассматривать наш лунный календарь как всегда с неблагоприятных дней. Мы исключаем для своих работ с 9 по 11 число. Это неблагоприятные дни, очень неблагоприятные. И 15 и 16. Все, вот 5 деньков, которые мы исключаем вообще не делаем никаких работ. Ну и теперь сначала. В начале апреля мы продолжаем пикировку наших растений, которые раньше посажены. Очень хорошие дни для пикировки. С 1 по 3 апреля и 7-8. 7-8 в этом году выпадает на Пасху. Поэтому 7-го мы еще можем что-то поделать. 8-го отдыхаем. И в начале апреля обычно хорошо бы посеять уже многие корнеплоды. Именно здесь убывающая луна будет до 13 апреля. Но тут уже смотрим по погоде. В этом году весна наступает как-то очень слабо. Если погода позволит, земля размёрзнется, то в холодную землю, непрогретую, можно садить салат, можно садить лук, и нужно садить лук-чернушку. Вот самые лучшие дни. Салат во все дни можно сажать, кроме неблагоприятных. А лук-чернушку лучше сажать с 1-го по 3-е, с 7-го по 8-е, и с 12-го по 13-е. То же самое касается ранней моркови. То есть вот это вот мы сажаем, корнеплоды, не боимся холодной земли. Если уже у нас тоже размёрзла земля, лучше горошек посадить тоже на убывающей луне. Ему лучше захватить влагу и прохладную погоду, тоже зелёный горошек. И всё это мы сажаем, замачивая, так будет лучше. Оно быстро взойдёт и совершенно не боится морозов, даже до минут 7, если будут ночи, эти растения не вымерзают. Ни салат, ни лук, ни морковь. Также в начале апреля мы сажаем цветы. Обычно те цветы, которые селятся самосевом. Это все лекарственные травы, зверобой, материнку, тысячелистники можно декоративные сажать, гвоздики очень морозостойкие. Их тоже можно сажать в начале. Апреля прямо в открытый грунт. И в это время, начало апреля, если все живут в разных климатических зонах, вы, конечно, смотрите по своей погоде, я просто называю благоприятные дни. Хорошо, если у кого-то будет тепло, рано посадить картофель, если вы выращиваете. картофель, если его сажать в холодную землю, он как бы позже сходит. Но он за это время хорошо укореняется. Это уже из практики, мы давно проверили. Ему потом лучше создаются условия расти. Урожая получается больше. Хотя, растает он позже того, который мы резко садим в теплую землю. Поэтому учитываем этот момент. Дальше, это мы рассмотрели до 13 числа. Все наши корнеплодики, салатики и горошки, все холодостойкое. И дальше благоприятные дни начинаются с 17 числа. Вот 17-18. Знак благоприятный абсолютно для всех растений. То есть, если мы что-то не допекировали, мы не обращаем внимания, что растущая луна пекирует лучше на убывающие, но это не настолько важно. Главное, день очень благоприятный. И вот 17-18, если уже тепло, земля прогрелась, мы можем садить разные цветы. То есть, мировилис можно посадить, и барханца в это время можно посадить, алисум очень хорошо холодает, лаватера. Они сразу резко не взойдут. Конечно, возвратные заморозки нам всегда опасны, но цветы находятся близ почвы, и поэтому часто вот эти цветы, которые мы сеем рано, если, конечно, не стукнет сильное морозо, так тоже бывает, но ведь не часто, эти цветы, они крепче и цветут весь сезон, с радостью, крепче тех, которые мы садим уже по хорошему теплу. также в это время можно посеять и укроп. Его не имеет смысла сеять раньше, его можно и раньше. Укроп и фенки можно и раньше, но они сходят по теплу, поэтому лучше сеять здесь. Капусту, в парник, тоже сеем вот 17-18. 20-21 можно уже сажать огурцы и тыквенные культуры на рассаду. Дело в том, что рассада должна быть не переросшей, как раз рассада успеет дать свои два настоящих листика и закалиться. То есть, самое время 21-22 это для тыквенных культур. И вот, если у кого позволяет похода, с 18-го по 20-е это тоже знаки, только для тыквенных очень благоприятный. Для всех растений он не очень знак близнецы, а для тыквенных хорош, поэтому можно вот прям начиная с 18-го и по 22-е. Посеять базилик мы можем тоже во второй половине апреля в парничок. Тогда он прекрасно зайдет. Я ничего не сказала еще про сельдерей. Сельдерей мы сеем, он холодостойкий. Сеем, когда и петрушку. То есть, можно в первой половине апреля прямо в открытый грунт. Ему лучше холодно, чем тепло. В конце апреля вот очень хорошие дни с 27-го по 30-е. Это для всех растений, которые растут вверх, то есть, не корнеплодом. продолжаем сеять все цветы и здесь мы можем уже сделать укрытие для тыквенных культур. Именно для тыкв и кабачков, у кого наступает в это время первое тепло. Мы, например, делаем глубокую ямку со стеклом и эти растения тоже именно в открытом грунте, которые там будут, они потом обгоняют все и дольше дают урожай. И, конечно же, начиная с 17-го, по всем благоприятным, 17-е, 18-е, 21-е, 22-е, 27-е, 30-е, мы высаживаем, у кого есть теплицы, высаживаем нашу рассаду в теплице. Очень благоприятные вот эти дни. Я постаралась вам рассказать побольше информации о том, какие растения посадить, но все сразу не упомнишь, поэтому задавайте вопросы, буду очень рада. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, будет много интересной информации. До новых встреч! до новых видео! Продолжение следует...